Занятие фотографией само по себе достаточно интересный процесс. Но очень здорово, когда наши партнеры предлагают еще дополнительные стимулы. И Монитор Бэнкью, я уже говорил вам об этом, дарит дополнительные призы тем, кто участвует в конкурсе «Лето Мониторе Бэнкью». И уже в этом месяце мы разыграем вот такую замечательную колонку, я бы сказал, просто космическая станция. Я уже рассказывал в предыдущем уроке о ней, но она до сих пор радует меня, но скоро будет радовать кого-то из вас. Чему посвящен наш урок? Я решил рассказать о том, как снимать пейзажи. И, естественно, не просто снимать, а придумать какое-нибудь новое техническое устройство для интересной съемки. И, чтобы поснимать лето, мы отправляемся в Грецию. Я думаю, самое логичное начало – это начать с дня фотографа. Шесть утра, встает солнце, лучший начало дня фотографа на коврике для йоги. Надо же что-то показать, что-то или красивое, или сложное. Покажу сложное. Примерно на таком же самолете, рейсом компании Аэрофлот, мы прибыли сюда, в Грецию, на остров Родос. Ну, естественно, чтобы поснимать и, в том числе, записать наш очередной урок. Кстати, снимая для компании Аэрофлот, я узнал, что компания в этом году стала лучшей компанией среди авиакомпаний Восточной Европы. Смотрите, как это получается. Давайте, чтобы и в российских фотографиях получилось не хуже. Всем удачных съемок! Мы приехали сюда, на остров Родос, в Грецию, чтобы совместно с монитором Бэнкью провести конкурс. Условия конкурса очень простые. Вы должны подписаться в инстаграме на Бэнкью Раша, разместить на своей странице летние фотографии с хэштегом ZotovSchool. И уже в конце августа мы проведем предварительный этап, и победитель получит колонки Бэнкью. Очень хорошая колонка. А в конце сентября будет основной этап, и победитель получит монитор Бэнкью. А я хочу на острове рассказать вам немножко о том, как снимать лето. Может быть, мои советы помогут вам. Вот мы едем сейчас по сумасшедшей, извилистой и очень красивой дороге на пляж. А пока давайте я вам расскажу, о чем будет урок. Урок будет о светофильтрах. Я вспомнил, что раньше мы просто одевали черный капроновый чулок на объектив и получали какие-то интересные картинки. Я просто советую вам попробовать сделать, получите очень интересные результаты. Чулок может быть черным, белым или каким-то другим. Но речь в нашем уроке пойдет, конечно, о более серьезных светофильтрах. Что такое вообще светофильтры? Светофильтры – это такие стекляшки, которые надеваются на объектив. Зачем они нужны? Это всегда дополнительные возможности фотографа. Такой дополнительный инструмент. Я уже не раз говорил, чем больше у вас инструментов, тем легче вам создавать какие-то новые, интересные, неповторимые фотографии. Вот, посмотрите, как красиво. Вот, смотрите, я нашел такое красивое место для парковки под замечательным деревом, чтобы рассказать вам о светофильтрах. Давайте поговорим о них и посмотрим, как они нам помогут в летних фотографиях. Мое внимание привлек вот этот стенд. Здесь находятся фильтры, карты памяти. Их очень много. Надо как-нибудь сделать тест. Вот, смотрите, такие защитные фильтры, выданные мне компанией Pixel24.ru. Мы ничего на них не видим. Они совершенно прозрачные, с хорошим мультипрокрытием. Но, понятно, да, что легче потерять такой фильтр, чем объектив. Обязательно их используйте. Видите, вот такой еще удобный набор, что прям вот есть тряпочка для протирки. А пыль все-таки попадает, конечно, на них. Тоже взятый в Pixel24.ru поворотный фильтр. Таких два стекла, которые крутятся относительно друг друга. Вот, если вы посмотрите, да, я сейчас... Давайте попробуем куда-нибудь на море посмотреть. Во-первых, вы видите, что он тут может затемнять, делать светлее. Вот сейчас Катя, которая снимает, подскажет мне, меняется? Меняется. Вы видите, да, различная поляризация. Небо становится темнее, светлее. Вода отражает, небо или не отражает, становится более глубоким. Все зависит от поворота. Этим можно воспользоваться. Круто. Я с поляризационным фильтром попробую вам объяснить принцип. Для этого мне нужна будет какая-то вода спокойная. Море не подойдет, но я думаю, что найду и объясню. И я уже рассказывал, что вот Манфротт стал делать фильтры. И как утверждает Алексей Мартынов, представитель Манфрота в Европе и в России, это вот первые светофильтры, которые выпущены и доехали до России. Очень рад представить вам новинку, практически эксклюзив. Смотрите, как красиво их оформляют. Вот такие красивые коробочки под разные диаметры. Я попросил у Алексея нейтральный светофильтр. Видите, он просто темно-темно-темно-серый. Мы с ними обязательно сделаем съемку. Надеюсь, очень красивую. Ну, давайте приступим к съемкам. Раньше все можно было делать в светофильтр. Сейчас, конечно, многие делают в фотошопе. Но я еще раз радуюсь за то, чтобы мы ничего не обрабатывали. Давайте снимать как фотографы. Светофильтр позволяет это делать. Чтобы пояснить, как работает поляризационный светофильтр, который я иногда случайно называю полароидным роликом, я проведу таких два эксперимента. Значит, эксперимент первый. Нам надо понять, как вообще распространяются световые лучи. Смотрите, да, конечно, это очень упрощенный эксперимент. Он служит исключительно для иллюстрации, не претендует ни на какую научность. Вот у нас есть наше Солнце, которое распространяет свет. Да, вот такие волны. Но кроме, видите, кроме вот этих вот основных волн, идет отражение от различных предметов. И у нас очень скоро получается вот такая, знаете, мешанина. То есть прямые волны, волны, отраженные от каких-то предметов, в данном случае от стенок. Так вот, поляризационный светофильтр может убрать какие-то волны. Он может пропустить свет от одного источника и убрать, скажем, вот от этой стенки или от этой стенки. Тем самым мы получаем очень интересное изображение. И второй эксперимент, ну, как-то иллюстрирующий, как работает поляризационный светофильтр. Вот мы собрали такую небольшую установку, да, где вот слева от меня светит синий свет. Давайте считать синий свет. Это вот основной источник света. Справа красный свет. Будем считать, что он отраженный. Вот там какая-нибудь красная стена, и он отраженный, так сказать, до какой-нибудь там красной стены. И у нас есть наш поляризационный светофильтр. В данном случае его роль выполняют жалюзи. И вот точно так же, когда я кручу колесико, то это очень похоже вот на жалюзи. Вот я беру и перекрываю отраженный свет. И видите, он уже на меня не светит. Точно так же происходит в объективе. Что нам это дает? Например, мы можем убрать отражение на воде. Понятно, да, что небо там или какие-то предметы отражаются на воде, мы их можем убрать. В атмосфере всегда существует такая водная и полевая взвесь. С помощью этого фильтра мы можем убрать эту взвесь, которая портит нам картинку и представляет такой, ну знаете, такой вот смог, туман. Например, над городом можно убрать, и небо становится более темным, более синим. Это очень красиво в кадре. К сожалению, не получается убрать с металлических поверхностей отражение, но зато очень хорошо работает с стеклянными поверхностями. И если вы вот видели такие кадры, иногда или когда-нибудь вам приходилось снимать, например, девушка, сидящая в кафе за стеклом, можно снять так, что улица практически не будет отражаться в стекле, и она будет через стекло очень хорошо видна. Да, через стекло автомобиля, через стекло кафе и еще прочее. Ну, что-то вы сейчас увидите в нашем фильме. Вот вы видите красивую картину, но вот острова вдалеке, находятся в дымке, и практически не видны. Поэтому давайте их снимем. Просто так, а потом сделаем, затемним фильтром. И я даже приближу поближе, сделаю максимально их близко. Вот. И на кадрах вы видите, что как ярко поступают вот эти дальние острова без всякого фотошопа. Едем дальше. Мы с вами находимся на острове Родос. Но в начале урока я уже говорил, что я стал амбассадором Манфрота. Я хочу вас познакомить со всякими новинками Манфрота. Думаю, это будет всем полезно. Теперь с такой же сумкой надо ездить. Путешествие. Ну, прежде всего, надо, чтобы сумка влезала. Сумку принимали за ручной укладь. Потому что все равно мы летим на самолете. И все равно хотим мы этого и не хотим. Так, чтобы она помещалась на полке самолета. Я выбрал вот такой очень удобный рюкзак. Он прекрасный. В нем оказалось... Здесь, наверное, сейчас килограмм 10. Может быть больше. Но очень удобно ходить. Он там защелкивается. И буду это делать. Понятно, что там есть куча ремней. Все это понятно. Давайте посмотрим, что же помещается в такой рюкзачок. Давайте заглянем внутрь. Видите, застежки очень удобно расположены в верхней части. Они скрыты. Не секрет, что живем мы все в неспокойное время. И сзади рюкзак могут расстегнуть. Здесь это сделано затруднительно. Ну, давайте заглянем внутрь. Смотрите, он достаточно глубокий, заполненный. Вот у меня фотоаппарат с объективом 70-200 Nikon. Объективы. Вот большой широкоугольный объектив. Это место для видеокамеры. Не могу я показать. Мы их сейчас снимаем. Вот тут тоже новинка Manfrotto. Обязательно воспользуемся. Я вам расскажу о ней. Светофильтры. Рюкзак очень удобный в переноске. Он сделан, мне кажется, больше для людей, которые, знаете, идут в путешествие. А потом им надо раз резко выхватить фотоаппарат. Что-то увидели. Что-то сняли. Воткнули, знаете, как в кобуру. И пошли дальше. Но с точки зрения вот меня. Я люблю разложить все спокойно, да, взять объектив. Видите, не так удобно. Может выпадать с этой стороны. Был бы бортик чуть повыше, было бы удобнее. Но я придираюсь. В целом, очень удобная штука. Огромное количество карманов для флешек, батареек, всяких там проводов и всего прочего. Вот есть два дополнительных кармана. В данном случае тут были путеводители и карты. Ну, можно разместить что-то еще. Можно пристегнуть огромное количество дополнительных ремней. Можно пристегнуть штатив. В общем, очень удобно получилось. Предлагаю ехать. И в дороге я расскажу что-то еще. Многие спрашивают вообще, а зачем нужны светофильтры в эпоху цифровых технологий. Ну, еще раз говорю, что хотите обрабатывать, обрабатывайте. Но мне кажется, что в этом случае вы все-таки ведете себя больше как дизайнер. Фотограф все-таки должен уметь пользоваться своими инструментами. Светофильтр – точный инструмент фотографа. Вот не поверите, да, на самом деле светит солнце. Просто мы заехали в такую большую тучу. И едем сейчас достаточно высоко в такой туче. Сейчас мы из нее выйдем. И будет опять светло. И если мы захотим снимать на ярком-ярком солнце, но с открытой диафрагмой, нам наверняка понадобится уже нейтральный светофильтр, который просто, грубо говоря, это такой темный кусок стекла, который просто заставляет нас открывать больше диафрагму или уменьшать выдержку, или делать и то, и другое. Он достаточно часто используется, особенно в съемках портретов. И я тоже сделаю какие-нибудь интересные съемки с ним. Так что давайте развлекаться, а солнце скоро появится. Думаю, зимними вечерами в Москве будет интересно смотреть это видео и вспоминать это жаркое лето. Вот смотрите, как интересно, да, поднимается туча снизу. Вот видите, никакого дыма не надо, да, кто-то очень хорошо дымит. Огромная-огромная дым машина. Полное ощущение, что здесь холодно, что солнца нет, хотя очень-очень теплый, яркий солнечный день. Но в тумане не жарко. Рассказывая об острове Родос, нельзя не упомянуть вот это интересное место. Пере шеек справа. Эгейское море. Слева, наоборот, Средиземное. Огромное количество серферов. Люди катаются на кайте. Молодежное место, веселое, интересное. И очень важно, вот видите, здесь летят брызги, а здесь литрный фильтр. Это очень важно. Вас интересуют показатели. Здесь сейчас выдержка 1,003, а диафлагма 1,13. И это все на 100 единицах. Зумная ярко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Идеальное место для того, чтобы проверить полизационный светофильтр в деле. Давайте сделаем два кадра. Вот посмотрите, вы видите отражение воды, и мы не видим глубины, и не видим дна. И вот светофильтр легко убирает это отражение. Получается темная вода, большая глубина. В данном случае, посмотрите, да, та же ситуация. Небо становится темнее, море тоже становится темнее. Прекрасная работа. Такой дополнительный эффект без всякого фотошопа. Баланс белого выставлялся автоматически. Посмотрите, какая интересная картинка получилась. Мне даже не захотелось в нее вмешиваться никак. Мне она очень нравится. Надо обратить наше внимание, что полизационный светофильтр работает по-разному в разных направлениях. Идеальное положение для него, когда солнце расположено перпендикулярно к снимаемому вами кадру. Ну, 90 градусов. Но поскольку сейчас солнце стоит над головой, то в какое направление бы я не повернулся, светофильтр работает. Но имейте это в виду. Остров Родос так забавно устроен, что у него есть западная и восточная сторона. Западная сторона, очень красивая природа. Но все время дует ветер. И не знаю, сможем ли из-за ветра услышать. В любом случае, мы решили повторить вот на этой восточной стороне. Это город Линдос. Видите, какой позади меня. Очень красивый, белый. С очень интересными улочками. Интересные истории. И вообще, к моему удивлению, остров Родос оказался просто находкой для фотографа. Здесь есть и много природы, можно поснимать, и какие-то старые города, и очень много интересных фактур. Я уже рассказывал, что фактура для фотографа всегда находка. Но сегодня мы говорим о светофильтрах. Ну, прежде всего, никакой фотошоп не спасет ваш объектив, как защитный фильтр. Защитный фильтр иметь необходимо. Точно спасает объективы, объективы, по крайней мере, от грязи и пыли, но иногда и просто физически спасает. Несколько раз я умудрялся натыкаться на что-то объективом, разбивал светофильтр, объектив оставался целый. Это действительно удобная вещь. Второе. Поляризационный светофильтр, про который я много буду рассказывать, и покажу много примеров. Очень много пишут, что это как раз тот светофильтр, который нельзя заменить фотошопом. И я с этим согласен. Ну, понятно, что дизайнер, наверное, все может нарисовать, и даже то, чего, так сказать, не может быть. Но поляризационный светофильтр точно надо иметь, особенно человеку, который едет в путешествие, который снимает природу, который хочет получить какие-то необычные кадры, и вы увидите, я вот совершенно неожиданно для себя получил цвет, который вот я когда-то там в детстве смотрел, такие фильмы, как «Золото Маккенны», или какие-то старые французские фильмы с таким вот очень интересной цветопередачей. Не знаю, делали они это специально, или случайно у них получилось. Но вот поляризационный светофильтр точно дал такую возможность, взял и перенес меня вот в это прошлое, и мы получили прямо такие цвета. Мне очень нравится, без фотошопа ничего не надо делать. И третий вид светофильтров, которых точно стоит иметь в поездке, вы уже видели такой фильтр Манфрота, это нейтральный светофильтр, ну, грубо говоря, это просто серое темное стекло, темно-серое стекло. Они бывают различных градаций, 8, 6 из 4. Для чего они нужны? Для того, чтобы уменьшить количество света. Когда вот вы находитесь в таком месте, с залитым вот печет солнце, все залито светом, а вы хотите снять с открытой диафрагмой, или там, например, на очень длительной выдержке, вам без них не обойтись. Но мы сейчас все это увидим. Я думаю, надо идти в город и снимать. Смотрите, я хочу снять крепость, а вот тут, видите, вот ослиное такси, идут люди, и мне не хотелось бы их снимать, а крепость снять хочется. Но у меня есть нейтральный фильтр, я поставил его на объектив, и при диафрагме 22 и минимальной чувствительности аппарата у меня получилось 10 секунд выдержки. За 10 секунд они, конечно, проходят достаточно большое расстояние, их не остается на пленке, и мы получаем чистый кадр, без людей, без всего. Очень удобно. Попутно дам вам небольшой лайфхак от фотографа. Если вы увидите человека, который в такую жару идет с фотоаппаратом Nikon на шее, со штативом Manfrotto и с таким черным шарфом, полностью укутанным, он точно фотограф. Почему? Потому что многие спрашивают, знаете, я снимаю на солнце, ничего не могу понять в фотоаппарате, я ничего не вижу. Замечательно. Берете шарфик, накрываетесь им, и в фотоаппарате все прекрасно видно. Все ваши фотографии. Вообще-то есть такие специальные, такие защитные экраны, но их надо таскать, а такой шарфик всегда можно или купить, или захватить с собой. Наверняка увидели такие интересные съемки, когда снимается водопады или снимается горная речка, и вместо воды там такое вот, что-то такое, какое-то молоко, какой-то туман. Как это снимается? Это снимается очень просто, просто на длительной выдержке, и вода, которая течет, превращается вот в какое-то такое вот газообразное состояние, потому что все смазывается, засвечивается. Получаются очень интересные картинки. У меня, к сожалению, тут нет никаких водопадов, зато есть волны, и есть нейтральный серый фильтр. Вот я поставил манфродский серый фильтр, он позволит мне, видите, солнце светит достаточно ярко, он позволит мне сделать длительную выдержку, выдержка будет 25 секунд, и я надеюсь, что я получу интересные картинки, где море смажется. Надо пробовать. Ну, 25 секунд входишь, ничего не делаешь, потом получаешь шедевральные картинки. Посмотрите, да, вот я снимаю, серым фильтром, посмотрите, блестят камни, заливают их волны, все это очень ярко светит в солнце. Ну, получится, наверное, интересно. Видите, по мере того, как солнце уходит, картинка меняется, можно получить различные считания. Ну, вот, получился такой небольшой урок. Надеюсь, мне удалось рассказать вам о фильтрах. Я надеюсь, что мои советы также помогут вам победить в конкурсе BenQ, который продолжается еще целый месяц, и есть время снять что-то очень интересное с помощью новых знаний. К сожалению, формат урока не позволил ставить сюда еще очень интересные съемки в так называемом Большом каньоне, который тоже есть на острове Родос и в сгоревшем лесу. Но просто покажу несколько фотографий. Это не так важно. Всем удачных съемок, победы в конкурсе и, конечно, поздравляю всех с началом учебного года. Смотрите нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok